Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Датса и сегодня наш очередной выпуск. И тема выпуска сегодня, чем мне пришлось пожертвовать после рождения моего сына. Что вдохновило меня на эту тему? Во-первых, мой влог в понедельник. Я показывала вам день с младенцем. И в силу того, что мой малыш последние дни устраивает мне какие-то зверские скандалы, снимала влог вот прямо как есть. Вы видели меня без косметики, с жуткой пигментацией на лице, с грязными волосами, в общем, в жутко непотребном виде. В таком виде, в котором обычно, обычно я перед камерой не появляюсь. Но так как канал у меня честный, и я решила показать вам день с младенцем, то, в принципе, тот день, когда мы снимали, он был ровно таким, каким вы видели его на камере. За исключением, что, может быть, я вырезала там уж совсем такие жесткие моменты, когда малыш уж сильно плакал-плакал. И некоторые из вас мне писали о том, что вот я молодец, что показываю мамочкам настоящую жизнь не так, как в Инстаграме, не так, как пред нами предстают инстамамы, все красивые, на кавлуках, накрашенные и так далее. А я показала реальность, что на самом деле вот реальность такая. Сегодня я хочу вам рассказать, от чего же мне пришлось отказаться после рождения своего сына. И первый пункт в моем списке – это свобода. И здесь я не говорю о той свободе, когда ты не можешь, например, поехать, куда ты хочешь, или, например, сходить в кино. Здесь я думаю больше о той свободе, которая внутри тебя, ну не знаю, более фундаментальная, что ли, более какая-то базовая. Когда ты привязан к маленькому человеку настолько, что ни секунды ты не проводишь без мысли о нем, ты постоянно должен быть на чеку, ты постоянно 24 часа в сутки, даже во сне, должен бдить и должен волноваться за этого ребенка. Ты не можешь отойти в туалет, ты не можешь позавтракать, когда тебе хочется, ты не можешь помыться, когда тебе хочется. И это такие базовые вещи, которые мы ежедневно делаем или не делаем, может быть, даже иногда пренебрегаем этими вещами, но в принципе это те вещи, которые мы не замечаем в своей жизни. И вот именно с рождения моего малыша от этой свободы мне пришлось на время отказаться. И первой, наверное, неделе это ощущение было очень-очень странным, очень-очень тяжелым, и приходилось, ну так, напрягаться для того, чтобы адаптироваться к новой реальности моего режима дня. Второй пункт — это время. Время — это та валюта, которая на данный момент в моей жизни является, наверное, одной из самых-самых ценных, потому что малыш занимает абсолютно все время, и на себя его катастрофически не хватает. И действительно, вот то, что вы видите в влоге, когда нет времени помыть голову, нет времени сходить в душ, нет времени сходить на маникюр. На маникюре, кстати, я не была уже месяца три, наверное, на педикюре месяца четыре. И так, на секундочку, у парикмахера для того, чтобы покрасить волосы я была в первых числах марта, перед тем, как приехать в Ригу. После этого я больше с волосами ничего не делала, за исключением, в лучшем случае, их мытье раз в неделю. То есть здесь вы можете понять, насколько не хватает времени, и насколько его в принципе нет, и насколько малыш поглощает все твое время. Он меняет твои приоритеты, и ты распределяешь свое время уже в пользу ребенка. Плюс ко всему, здесь нужно понимать, что в прессе ты чаще всего будешь опаздывать, потому что с ребенком, а тем более с двумя детьми, приехать куда-то вовремя, это становится большой роскошью. Конечно, это людей раздражает, и даже самые пунктуальные из нас, я уверена, будут зачастую опаздывать. Со мной это точно происходит, и сейчас я понимаю своих подруг, которые со своими детьми вечно приезжают поздно. Вот опаздывают на дни рождения, опаздывают на мероприятия, опаздывают на ужин, обеды и так далее, и ты иногда даже час ждешь, пока человек появится. Но сейчас я понимаю, да, оно так и есть, и время, оно больше не принадлежит тебе. Третий, самый большой пункт, это сон. И, конечно же, здесь нужно упомянуть несчастную вот эту фразу людей вокруг тебя, когда ты беременна, и они тебе говорят, спи, пока можешь. И когда вот ты спишь рваным сном, просыпаешься два раза, три раза за ночь, иногда малыш диктует правила совсем по-другому, иногда он тебе говорит, что вот, мама, сегодня ночью мы вовсе не будем ложиться, поэтому будем с тобой тусоваться. И я решу, буду ли я орать или буду просто втыкать, а ты давай меня развлекай. И так у тебя ночь, две, неделя, месяц, больше месяца. И потом уже так вот до трех месяцев, до шести месяцев, до года и так далее, и так далее. Дети разные бывают, ночи разные бывают. Не у всех получается детей приучить к режиму сна. И когда ты начинаешь ощущать голод сна, когда ты начинаешь понимать, что этот голод сна, он как-то вот так тихо и незаметно подкрадывается, и ты все больше и больше раздражаешься, ты все больше и больше начинаешь кричать, ты все больше и больше начинаешь плакать, ты все больше и больше начинаешь не понимать окружающих тебя людей, ты все больше и больше начинаешь думать о том, что тебе никто не помогает, и, черт возьми, у всех так все хорошо, а ты вот уставшая, и для тебя вот каждая ночь она становится каким-то вот, ну, не адом, может быть, хотя для некоторых может быть адом, но все равно в окончании дня ты понимаешь, что наступает ночь, и ты просто, и ты просто в ужасе, потому что ты знаешь, что тебя ожидает. Поэтому для себя, когда вот у меня первые, наверное, полтора месяца вот эти ночи были именно такими, когда ты по три часа укачиваешь малыша, ему ничего не помогает, на руках он терпеть не может находиться, в кроватке он не спит, в коляске он не спит, в автокресле он не спит, и ты уже просто в ужасе пытаешься хоть как-то его успокоить, утихомерить, покормить и уложить, и у тебя не получается, тогда я поняла, что мне нужно уже с первых недель малыша приучать к самостоятельному сну, и этим, собственно, я занялась, несмотря на то, что малыш был очень-очень маленький. В отдельном видео расскажу вам, как у меня это получилось, но точно могу сейчас сказать, что у нас это получилось, потому что сейчас малыш спокойненько себе спит первый свой дневной сон, и ночью он ровно точно так же засыпает, когда я его кладу с белым шумом в кроватку, и ему не нужна больше моя помощь, ему не нужно, чтобы я находилась рядом с ним вот постоянно, и вот этот маленький радар, который у него врубался в тот момент, когда я выходила из комнаты, он уже у нас, в принципе, выключен. Следующий пункт, важный пункт, и, наверное, после сна, я бы сказала, по приоритетам следует, это социальная жизнь. Многие мамочки, и я в том числе, полагают, что после рождения своего малыша ничего в этом плане не поменяется, то есть ты сможешь ходить по ресторанам, сможешь встречаться с друзьями, сможешь посещать мероприятия. Что ж такого? Малыша положишь там в автокресло или в колясочку, он как ангелочек будет спать, ты его время от времени будешь кормить грудью или бутылочкой, поменяешь ему памперс, и он продолжит спать. А ты будешь счастливая и довольная со своими подругами или друзьями, будешь проводить вечера ровно так же, как это делала ранее. После парочки походов в ресторан, когда мой малыш отказывался спать, когда мой малыш начинал кричать, когда я в ресторане понимала, что нет никакой оборудованной комнаты для того, чтобы я могла отлучиться и его покормить, люди окружающие, естественно, смотрят на тебя жутко осуждающим взглядом, потому что они пришли в ресторан отдыхать, а тут твой мелкий орёт, и вместо того, чтобы сидеть дома и укачивать своего малыша у колыбельки, ты припёрлась, мамашка вот такая, в ресторан. И плюс ко всему, так же тебе негде поменять памперс, потому что нет оборудованных комнат или на худой конец туалетов, где бы ты могла поменять подгузник своему малышу. И вот после парочки таких стрессовых ситуаций я поняла, что мне это нафиг не надо, что я лучше останусь дома. Конечно же, были моменты, когда меня пугала перспектива вот именно моей оторванности от моей социальной жизни, оторванности от взрослой жизни, особенно в те моменты, когда малыш истерил по вечерам, когда мне приходилось в темноте в полдевятого вечера, летним вечером, когда на улице светит солнце, сидеть в зашторенной тёмной комнате со своим малышом, который не позволяет мне выйти, он просыпается в тот момент, когда я выхожу. И вот я сидела и понимала, что, чёрт возьми, неужели моя жизнь будет такая, неужели я больше никогда не смогу наслаждаться взрослой жизнью. И тогда я себя успокаивала. Я брала свою сладкую картошку, я в темноте её поедала, слёзы текли ручьём, но я себе говорила, что, мать, это временно. Во-первых, он очень-очень маленький, скоро наладится режим сна, и всё будет хорошо, это раз. Во-вторых, в мире глобально ничего не поменяется за твоё отсутствие. Вот вообще ничего не поменяется. Твоя работа, там, я не знаю, твой YouTube, в те моменты, когда ты не можешь, не успеваешь его записать, он никуда не исчезнет. Твои друзья, которые тебя по-настоящему любят, и они знают, через что ты проходишь, они тоже никуда не исчезнут. Твой муж будет тебе помогать, когда ты вернёшься в Санкт-Петербург, и станет немного более легко. Это просто нужно пережить, и нужно понимать, что очень скоро всё вернётся на круги своя, и твоя социальная жизнь заново будет такой же активной, но может быть немного другой, но всё-таки она будет снова активной, и ты выйдешь из этой несчастной, тёмной комнаты. Отношения с партнёром — это следующий пункт. Когда я забеременела, я для себя поняла вдруг, в какой-то момент, что фокус наших отношений смещён с нас двоих на нашу беременность. Когда было вот это ощущение, что ещё что-то будет происходить, ещё вроде бы этого ребёночка нет, и вроде бы не так сильно всё поменялось, было всё терпимо. Но когда малыш родился, тут я поняла, что всё. Наши разговоры, они проходят исключительно на тему ребёнка, всё, что я могу мужу рассказать, это как мы поменяли подгузник, как мы обкакались, как мы описались, как он сегодня написал на меня, как он сегодня покакал на меня, как он сегодня ел, как он сегодня спал или не спал. Я могу говорить только о том, что я малышу купила, что нам пригодилось, что не пригодилось, и как, в принципе, проходят наши одинаковые скучные будни. И в какой-то момент я поняла, что разговор по телефону с мужем, он все чаще и чаще заканчивается молчанием. Или в принципе это молчание, оно появляется все чаще и чаще. И я начала задумываться, а интересно ли мужу со мной, потому что я уже точно не могу поддержать разговор на какие-то темы, актуальные вне моего дома и вне моей жизни с ребенком. Он на работе встречается с людьми, на работе он встречается с интересными женщинами, которые могут его очаровывать, которые рассказывают ему интересные вещи, которые в теме его работы, и которые ему кажутся наверняка намного более интересными, чем на данный момент кажусь ему я. И вот здесь я испугалась, потому что я начала вспоминать жуткие рассказы женщин о том, что все, когда ребенок рождается, ваша жизнь вдвоем заканчивается, ваши отношения заканчиваются, Вы больше никогда не будете вот этими двумя влюбленными людьми, не говоря уже о сексуальной жизни, которой тоже у вас больше не будет. И я, не знаю, я поняла, что что-то нужно делать. И я начала разговор со своим мужем. И, конечно же, рассказала ему о своих опасениях, о своих страхах, о своих волнениях. И была приятно удивлена, когда мой муж меня успокаивал и говорил, что всё это абсолютно нормально, что на самом деле молчание не потому, что я ему неинтересна, а потому что иногда бывает так, что и ему нечего мне рассказать, потому что и его день на работе абсолютно скучный, абсолютно неинтересный или наоборот настолько в большом стрессе, что он не хочет о своей работе говорить ещё после работы. И так получается, что мы говорим только о ребёнке, потому что ему интересно, что с ним происходит, так как он его не видит. Для меня это весь мой быт и больше ни о чём я толком разговаривать не могу. И те моменты, когда мне кажется, что муж уж, например, как-то сильно концентрируется на малыше, например, говорит «Я люблю вас, я люблю малыша, поцелуй от меня малыша, ладно, мои хорошие, засыпайте», то мне иногда кажется, а меня ты любишь вообще, а меня ты целуешь, ну то есть меня, женщину свою, не малыша, не нас с малышом, не маму твоего малыша, а именно меня, которая на данный момент уставшая, которая на данный момент чувствует себя очень уязвимой, потому что она утеряла весь свой шарм, она утеряла свою харизму, свою красоту и все те качества, которые привлекли моего мужа изначально к себе. И, конечно же, он говорит мне о том, что целуют меня, любят меня и ничего в наших отношениях не поменялось, они стали лучше. Да, они стали немного более другими, но фундаментально они не поменялись. Поэтому то ощущение, которое во мне время от времени возникает вот именно в этом плане, я пытаюсь, конечно же, утихомирить, подавить и сказать себе о том, что всё хорошо. Следующий пункт – это хобби, привычки и все те вещи, которые ежедневно наполняли мой день и которые были неотъемлемой частью моей жизни. Сейчас я понимаю, что тихий кофе утром, сериал вечером, долгая ванна в любой момент, когда мне это вздумается, все эти вещи, они должны постоять в сторонке, потому что мой режим дня теперь диктует малыш. И всё абсолютно зависит от того, насколько он в тот или иной день спокоен, насколько он благосклонен, насколько он соглашается кооперироваться и насколько он соглашается сотрудничать с мамой и позволять ей, не знаю, попить кофе, позавтракать, пообедать, сходить, извините, в туалет, в том числе помыть голову, уже не говоря о моих хобби, привычках и каких-то таких кайфушках ежедневных, которые были, как я уже сказала, неотъемлемой частью моей жизни до рождения моего сына. Опять же, по возвращению в Санкт-Петербург, когда папа подключится и сможет нам помочь, я очень-очень надеюсь, что я смогу насладиться ванной. И одна вещь, которую я точно знаю, что я сделаю, и мне всё равно, насколько будет орать мой ребёнок и насколько тяжело будет моему мужу, я пойду на массаж. Я сделаю себе массаж всего тела, и я кайфану. А, ещё пойду на маникюр, ещё пойду на педикюр. Да, это три вещи, которые я сделаю, когда я вернусь в Санкт-Петербург, и когда мой муж наконец-то сможет взять ребёнка на себя. Нет, ещё четвёртое. Я покрашу волосы. Я схожу к Наташе, и я покрашу волосы. Следующий пункт — это деньги. Отныне деньги, которые ты тратила на себя, которые ты тратила на развлечение, на семью, на рестораны, на одежду, на косметику, на духи, на, я не знаю, какие-то классные вещи в спа, походы, там, я не знаю, на мероприятия. Сейчас ты понимаешь, что твой бюджет, только за исключением, если твой муж не олигарх, и у тебя денег дофига, а у большинства из нас денег не дофига, то весь твой бюджет будет смещён на малыша. Позитивная нота в этой всей ситуации заключается в том, что тебе будет доставлять кайф, скорее всего, по крайней мере, мне уж точно доставляет кайф, искать какие-то вещи, познавать своего малыша, думать о том, что же нам может помочь в нашей ежедневной жизни, для того, чтобы она была более комфортной, более такой спокойной, более лёгкой, и более интересной также для моего малыша, потому что его уже с первых дней нужно развивать, и нужно помогать ему познавать этот мир. Так вот, наш бюджет очень сильно сейчас смещён в сторону нашего малыша, но пока что мы не возражаем, и пока что мы как-то находим этот баланс, чтобы не сойти с ума и не уйти уже в дебри, когда ты скупаешь абсолютно всё. И следующий пункт, наверное, последний пункт, который мне пришлось пожертвовать после рождения сына, — это я сама. То есть мне пришлось пожертвовать самой собой, той, которой я была до беременности, до рождения сына. Все мои какие-то умозаключения, все мои какие-то мнения, всё моё восприятие окружающего мира, моей жизни, перспективы моей жизни, оно действительно всё это поменялось. И я не могу сказать, что я стала прям другим человеком, но внутренний, вот какой-то центр тяжести, он сместился, он поменялся. И я отчасти действительно стала другой, потому что я смотрю на вещи, с одной стороны, более спокойно, более размеренно, понимая о том, что они не имеют такого уж большого существенного значения в моей жизни. Но с другой стороны, я понимаю, что передо мной стоит очень сложная задача. Задача, во-первых, воспитать моего ребёнка, вторая задача — не сойти с ума и не потерять себя совсем. Я буду стараться в своей жизни находить этот баланс между мной, собой и между своим малышом, и мной вместе с ним, для того, чтобы быть в более комфортном состоянии, для того, чтобы не переживать, и для того, чтобы суметь как-то жить не только ребёнком, но и также помнить о том, что есть вот эта взрослая жизнь, о том, что есть вещи, которые я люблю, о том, что есть вещи, которые мне очень-очень важны. Как, например, тот же самый YouTube, к которому я отношусь как к работе, но в хорошем смысле, с ответственностью. И я не могу себе позволить пропустить свой выпуск без причины. Я не могу позволить себе создать какой-то плохой, некачественный материал. Хотя с каждым днём с малышом становится всё труднее и труднее. И действительно, то, что вы видите в кадре, даже в те дни, когда я собрана, когда я выгляжу плюс-минус чинно, не факт, что всё хорошо. Потому что, например, этот ролик я записываю уже второй день. Не знаю, какой подход, у меня не получалось его записать. Потому что, во-первых, малыш сильно истерил, а во-вторых, техника капризничала, не давала мне возможности записать качественный материал. Не знаю, что получится сейчас. Плюс ко всему, даже если вы видите мамочек, ютуберов, которые собранные, красивые, ухоженные, поверьте мне, за кадром не всё так красиво. Ниже кадра, когда вы видите платье, поверьте мне, скорее всего, либо она сидит в штанах от своей пижамы, либо она сидит, в принципе, с голой задницей, и она чувствует во время своего монолога, как протекает грудь, которую нужно уже сцедить. Она, скорее всего, не ела. И, скорее всего, она просто в жутчайшем стрессе, потому что она понимает, что через ту улыбку, которую вы видите в экране, ей нужно скорее записать этот видеоролик до того момента, как проснулся её малыш. И да, я говорю о себе. Поэтому на сегодня я заканчиваю. Напишите в комментариях, от чего вы отказались после рождения ваших детей, что для вас явилось самым-самым большим шоком. И постарайтесь написать сегодня этот комментарий, потому что в пятницу свой выпуск я посвящу общению с вами, обратной связи, и буду зачитывать самые ваши интересные комментарии и отвечать на ваши вопросы. Пока малыш мой там пыхтит в кроватке, я постараюсь попить свой кофе, сцедить свою протекающую грудь и, может быть, даже позавтракать, если он мне позволит. Предполагаю, что нет, потому что уже начинает капризничать. Всё, на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в пятницу. Пока! Субтитры подогнал «Симон»